В мифологии многих народов Севера, Европы и даже Северной Америки встречаются примерно схожие рассказы о гигантских щуках, достигающих колоссальных размеров. Тот факт, что истории при гигантских щук появились независимо друг от друга у разных народностей, не связанных культурными, торговыми связями, заставило задуматься о существовании ранее неисследованного учеными явления щук-гигантов. Сразу принялись за изучение наиболее известных легенд. Так, одна из них гласит, что монстр щуку вытянули в 1497-м, где-то в районах Хильорена, Германия. Длина её была в районе 6 метров, а весила она примерно 140 килограмм. На жаперной крышке было прицеплено кольцо, на котором было написано «Я, та самая рыба, которую в этот пруд посадил собственными руками Фридрих II». 5 октября 1230 года. Это означало, что щука прожила 267 лет. Стоит упомянуть о том, что большинством учёных поддерживается мнение о том, что максимальный возраст щуки колеблется в районе 30 лет. Позднее щука Барбароса перекочевала на городской герб. Портрет этой щуки сохраняется до сих пор в замке Лауберы. Сохранился даже скелет и кольцо. Они хранятся в Мангейме. Как, наверное, уже многие догадались, эта история оказалась всего-навсего мифом. Учёные провели исследование её скелета и выяснили, что сделан он человеческими руками из скелетов нескольких щук. Согласно ещё одной интересной легенде, в конце 19 века выловили щуку с кольцом из золота. На украшении была надпись, которая гласила о том, что рыбу окольцевал русский царь Борис Фёдорович. Особь за свою жизнь набрала 60 килограмм и выросла до 2 метров. Щуку поймали во время очистки царских прудов в 1794 году. А золотое кольцо находилось прямо в жабрах рыбы. И судя по надписи, поскольку Гудунов был у власти с 1598 по 1605 год, рыбе не было около 190 лет. Информация о гигантских щуках не ограничена двумя представленными историями. Проанализировав мифологию народов, населяющих бескрайние просторы Сибири и Урала, становится очевидным, что их народная память до сих пор хранит предания о гигантских щуках. Согласно мифологемам, гигантские рыбы опитают в больших озерах. По словам селькупов, щука, достигающая столетнего возраста, специально ищет глубокий водоем во время разлива рек и остается в нем до самой смерти. Историй о гигантских щуках на территории Сибири и дальше очень много, и рассказывать о них можно бесконечно. И если брать во внимание тот факт, что многие тамошние народы разделены непроходимыми преградами и на протяжении почти всей истории особо не контактировали, невольно, но закрадывается мысль о том, что, а может, все-таки они есть. Продолжение следует...